Споры о судьбе рудника Амулсар в Армении нарастают. И если отвлечься от содержательной части этих споров, сосредоточив внимание на объективно складывающейся в стране внутри политической ситуации, то можно заметить в возникшей ситуации более глубокий смысл. Похоже, страна поневоле входит в новый этап своего идейно-политического развития. Мы столкнулись с нечто большим, чем просто спор о целесообразности тех или иных решений. На протяжении 25 лет единственной политической идеей в Армении была идея смены власти. Лишь эта идея могла периодически мобилизовать массы, особенно в поствуборные периоды. Любая попытка оспорить актуальность этой идеи вызывала нервную реакцию оппозиции. Фраза «У нас нет времени» стала мантрой в их устах. Результатом такой практики стала идейная стагнация, сдерживающая какое-либо развитие политической мысли в стране. Последствия этого процесса как никогда ощущаются именно в настоящий момент истории независимой Армении. Осуществленная в 2018 году усилиями народа смена власти проявила глубокий идейный вакуум в обществе и в первую очередь в политически активной среде. Политическая жизнь замерла, открыв поле для маргинальных оппозиционно настроенных групп и личностей. Не случайно, в информационном поле сразу же появились попытки восстановить старый тезис о смене власти. Никакой иной мобилизующей идеи никто не может предложить. Но, поскольку общество не реагирует на этот тезис, широкое распространение обрела практика обвинения общества в несознательности и зомбированности. С другой стороны, не меньшую безидейность проявляет новая революционная власть, лишившись какой-то влиятельной идеи. Осуществив смену власти, она потеряла и последнюю мобилизующую идею. Оба указанных обстоятельства привели к вялотекущей стагнации политической жизни. И казалось, не может быть иной идеей, способной изменить возникшее внутри политическое состояние. Но жизнь показала, что это не так. Возникший масштабный спор по теме рудника Амулсар, как можно заметить, грозит прорвать политическую стагнацию и вывести политические процессы в стране в позитивное русло. Новые власти Армении представить не могли, что именно связанная с экологией проблема сможет создать принципиально новую ситуацию. А зря, не надо забывать, что движение за свержение олигархического режима своими корнями уходит к экологическим инициативам. Практика мирного неповиновения вырабатывалась именно в этих инициативах. Цепь известных гражданских инициатив, защита водопада Тачкан, защита парка Маштоц, 100 драм, электрик Ереван, сформировали не только технологию эффективной борьбы, но и контингент опытных активистов, которые впоследствии стали костяком массового народного движения, осуществившего в Армении бархатную смену власти. Идея противостояния любым посягательствам властей на общественную собственность стала для этого контингента чем-то вроде святая святых. Имеющим подобную генеалогию новым властям объективно не позволено переходить красную черту и посягать на собственную песню. Всего лишь попытка оспорить что-то из мира, экологии и общественной собственности поставила премьера Пашиняна перед сложнейшей политической ситуацией. Эта ситуация стремительно обретает характер рационального политического противостояния, в первую очередь, внутри эшелона власти. Похоже, что фантазия премьера иссякла, что видно из введенного им в обиход спасительного понятия уравновешенный национальный интерес. Что это означает, каждый понимает по-своему. Но ясно одно, время практикуемой больше года внутри политической схемы черное-белое завершается. И это хорошо.